Привет! Вот и прошел месяц использования телефона Umidigi F1, и я готов вам полностью рассказать свои впечатления от него. Если смотреть на его характеристики, то покупка выглядит очень выгодным решением. У Umidigi F1 есть все, что нужно современному пользователю. Приятный смартфон с мощным процессором, адекватным ценником и большой батареей. Но обо всем по порядку. Очень важной особенностью каждого телефона является начинка, и у Umidigi она очень хорошая и производительная. И замечу, что цена телефона ниже 200 долларов. На борту у нас процессор Helio P60. Это один из самых удачных и производительных процессоров у ребят из МТК, и они могут им гордиться. Телефон на базе этого процессора оказался мощным и непрожорливым. Mediatek Helio P60 это восьмиядерный чип, вышедший в 2018 году. Он построен по 12-нанометровому техпроцессу и относится к среднему классу процессоров. В этом процессоре китайцы поработали над энергоэффективностью, подняв ее на 12% в повседневных задачах и до 25% в играх и других ресурсоемких приложениях. Процессор состоит из восьмиядер, разделенных на два кластера. Первые четыре ARM Cortex-A73, более производительные. Остальные менее производительные ядра ARM Cortex-A53. Максимальная частота работы у всех ядер одинаковая – 2000 ГГц. За скорость и качество обработки графики отвечает видеочип Mali-G72 с тремя активными ядрами, работающими на частоте до 800 МГц. У Medici F1 оснастили четырьмя гигабайтами оперативной памяти. В паре с производительным процессором F1 может выбивать неплохие результаты в синтетическом тесте Antutu – больше 100 тысяч очков. Этого достаточно, чтобы смартфон справлялся с любыми современными задачами. Под пользовательскую память китайцы выделили 128 ГБ. Компоненты F1 обеспечивают бесперебойную и эффективную работу. В популярную игру PUBG Mobile можно плавно играть на графике среднего уровня. За час игрового процесса смартфон у меня не сильно нагрелся. Корпус в таких условиях был слегка теплый, а микросхема достигла температуры 64 градуса. Это доказывает, что Mediatek Helio P60 имеет производительность, аналогичную Snapdragon 660. Дизайн у нас тоже на высоте. Внешность у F1 аккуратная, но есть свои особенности. Экран, как и полагается, стремится к безрамочности, а вырез под фронтальную камеру минимален. На тыльной стороне у Medici F1 красуется тыльная камера с вертикальной формацией и сканер отпечатка пальцев. В размещении разъемов весьма стандартно. Особенно круто телефон выглядит в красном цвете, как у меня. И девушкам, и парням дизайн очень понравится. Также есть в черном и золотом цвете. В основу экрана смартфона легла LTPC матрица. Диагональ солидная 6,3 дюйма. Однако из-за своей вытянутости и минимальных рамок у Medici ощущается, как 5,5 дюймовый смартфон. В руке лежит очень удобно и в управлении не возникает никаких сложностей. Разрешение экрана стандартно. 1080 на 2340 пикселей. Дисплей отрабатывает до 10 одновременных касаний. Есть олеофобные и антибликовые покрытия. На краях стекло закруглено. Цветопередача матрицы не поражает воображение, но и плохой ее назвать нельзя. Видео смотреть приятно и понравится полностью всем пользователям. Высокое разрешение означает, что все элементы четкие, без возможности заметить отдельные пиксели. Яркость находится на удовлетворительном уровне, поэтому F1 можно использовать на улице даже при ярком солнце. Удивительно, что бюджетная модель получила конструктивные решения, похожие на флагманские. Рамки вокруг экрана F1 очень узкие, за исключением нижней части подбородка, которая шириной около 7 мм. На тыльной стороне смартфона в левом верхнем углу разместился модуль двойной основной камеры, состоящий из 16-мегапиксельной камеры диафрагмы F1.7 и второго 8-мегапиксельного объектива. Он у нас вспомогательный для портретного режима. И есть еще светодиодная вспышка. Прям в этом смартфоне он намного аккуратнее, чем во многих именитых флагманах. Камера выступает от корпуса не более чем на полмиллиметра. Как вы видите сами, линзы симметричны и выделены красной окантовкой. Днем камера работает хорошо с точки зрения детализации и цветопередачи, но она не лучшая в этом ценовом диапазоне. Если вы не придирчивы к фотографированию на телефон, то фото возможностей F1 вам хватит с головой. В случае видеозаписи у нас максимальное разрешение Full HD. И снимать, например, семейное видео очень даже можно. Главное, чтобы проблем со светом не было. В темное время при съемке видео будут шумы и плохая детализация. Но стоит отметить, что только флагманские устройства хорошо снимают в темноте, а у флагманов и цена соответственно в несколько раз больше. Снимаем видео на UMI DJI F1. Снимаем видео в качестве Full HD. Звук пишется на телефон. Отмечу, что видео снимают нормально, как для телефона такой ценовой категории. Здесь почти чистый Android Pie с минимальными доработками, поэтому мы не найдем большого количества сторонних программ. Интерфейс аккуратный и унифицированный. Интерфейс работы чрезвычайно плавно и без помех. Во время тестов у меня не было сбою в приложении или других дефектов ПО. Оболочка основана на классической Android компоновке с выдвижным лотком приложений снизу. Прямо из коробки смартфон был настроен реагировать на любые колебания корпуса активации экрана. То есть организована навигация жестами, реализованы и другие функции, такие как адаптивная батарея, адаптивная яркость, запись экрана, действий приложений и прочее. Корпус смартфона достаточно тонкий, но в то же время он обладает емкой батареей в 5150 мАч. И этом смартфон отлично показал себя в плане автономности. Заряда батареи вполне хватает на работу аппарата в течение всего дня. Во время обычного использования, просмотр социальных сетей, фото, YouTube и игры, я не смог до конца посадить батарею. И к вечеру у телефона было еще около 15% заряда. Без сомнения, в обычном режиме он проработает около двух суток. Стоит отметить, что смартфон поддерживает функцию быстрой зарядки аж до 18 Вт. Заводской комплект позволяет подзаряжать смартфон от 1 до 35% за 30 минут, а через час мы получаем уже около 60%. Полная зарядка смартфона осуществляется за 2,5-3 часа посредством удобного USB Type-C порта. У Mi Digi приятный смартфон с мощным процессором, адекватным ценником и батареей на 5150 мАч. Есть у нас NFC, интересный дизайн, современный экран, феноменальная батарея, а также конкурентная цена, что немаловажно. Последняя версия OS Android. Хорошая производительность, надежная работа модулей и датчиков. К недостаткам могу отнести только среднюю камеру и нет поддержки в Wi-Fi AS. Хотя насчет камеры повторюсь, что в дневное время она снимает хорошо, а в вечернее или ночное время любая камера снимает не очень. Только флагманы могут показать достойный результат при ночной съемке. Все требовательные игры идут либо на средних, либо на максимальных настройках. Порадовала плавная работа установленной Android Pie. Большой объем оперативной памяти и внешней памяти на 128 ГБ. Стоит также отметить шикарную работу Wi-Fi сети и работу 4G LTE в обеих сим-картах одновременно. Многими флагманскими фишками он тоже не обделен. Каплевидным миниатюрным наэкранным вырезом, сканером отпечатка пальца, сканером по лицу, NFC и быстрой зарядкой. Попользовавшись месяц этим устройством, чистой совестью могу рекомендовать его к покупке. Но советую брать в красном цвете, он уж очень красив. В описании я оставлю ссылку на свою распаковку этого телефона, если вам интересно. Там вы увидите, как он приходит в заводской коробочке, что находится внутри коробочки. И в общем, посмотрите распаковочку, возможно узнаете для себя какую-то интересную информацию. Телефон рекомендую, мне он очень понравился. И скажу так, что если бы он пришел мне намного раньше, если бы я его заказал раньше, хотя бы на 2-3 месяца, то я бы не покупал свой телефон Meizu. Вам спасибо за просмотр, если понравился ролик, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите, что вы думаете про данный телефон, мне будут интересны ваши мысли. И заходите по ссылке в описании, смотрите его цену. Цена меняется, он может стоить то 170 долларов, то 190. В общем, цена ниже 200 долларов точно. Спасибо за просмотр, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok